Приветствую! Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины и расширил перечень мужчин, которые имеют право выезжать из Украины во время военного положения. И сейчас мы с вами посмотрим, кому теперь можно выехать из Украины и какие документы нужны для того, чтобы это сделать. И вот на экранах вы видите ту самую постанову Кабмина номер 840. Видим о том, что она посвящена внесению изменений в пункт 2.6 правил пересечения. И вот текст этих изменений. Заменивши в другому речене слова, вызначенных в абзацах другому восьмому словами, вызначенных в абзацах другому и третьему. Конечно, сразу так непонятно, но мы сейчас посмотрим этот пункт 2.6. Вот этот пункт 2.6, которым предусматривается право выезжать для тех людей, которые имеют право на отсрочку. И, соответственно, вот здесь мы видим, что ця норма не поширюется на оси, вызначенных в абзацах другому восьмому. То есть, сюда мы видим еще изменения не внесли, да, на сайте Верховной Рады не внесли эти изменения. Но мы понимаем, что здесь будет теперь не в другому восьмому, а в другому третьему частыны третьей статьи 23 закона Украины про мобилизационную подготовку та мобилизацию. Соответственно, нам нужно теперь с вами посмотреть этот закон про мобилизацию, и там мы четко поймем, кто же теперь может выезжать. Смотрим. Вот это часть третья. Вот считаем абзацы. Первый абзац, второй абзац, третий. Соответственно, студенты, аспиранты, докторанты, преподаватели, как и раньше, выезжать не могут. И теперь считаем, да, вот четвертый абзац, и смотрим, кто же может выезжать. Женки и мужчины, чьи близкие родители, мужчина, сын, дочь, мать, мать, дядь, баба або родный, повноридный, неповноридный, брат или сестра, загинули або пропали без вести под час проведения антитерористической операции. Соответственно, что мы видим? Мы видим перечень родственников. Если кто-то из этих родственников у вас погиб во время АТО, то, соответственно, у вас появляется право на выезд. Естественно, сразу мы говорим о чем? Что нужно подтверждать документально ваши родственные связи. Далее мы видим условие погиб или пропал без вести. И такое, это событие должно произойти во время АТО. Конечно же, здесь сразу есть вопрос, а если у меня там бабушка, дедушка, родители были дома, прилетел туда снаряд и они погибли, смогу ли я выехать? Ответ на этот вопрос кроется дальше в этом же законе. Вот здесь идет такая оговорка с числа и пошел перечень тех лиц, которые должны были погибнуть, либо пропасть без вести, чтобы сейчас у их родственника была отсрочка и право на выезд. И, соответственно, мы видим, что это військовослужбовцы або працовники, утворених, соответственно, до законов Украины, військовых формуваний. Мы понимали, да, тут не будем полностью читать. Працовники, пляжных организаций, которые занимались вобедению проведения антитерористической операции, соби, которые заб flapали без вести во время участия в антитерористической операции, або забезлючения її проведения ось туда, перебули непосредственно в районах АТО. И, соответственно, аналогичный же здесь пункт, тоже особи, которые погибли или пропали без вести подчас беспосередней участия в антитеррористической операции, если они потом выполнили эти задачи в взаимодействии с утворенными, соответственно, законов Украины, воинсковыми формированиями. На всякий случай вот этот список я оставлю у себя в телеграм-канале, ссылочка есть в описании к данному видео. Но отвечая здесь на вопрос, да, а если у меня родственник не принимал участие в АТО, а просто погиб, потому что там в дом прилетело, нет, к сожалению, это не дает право на отсрочку и право на выезд. Теперь перейдем к вопросу документов. Как мы с вами увидели, ни в законе Украины о мобилизации, ни в правилах пересечения границы не указан перечень документов, который необходим либо для подтверждения отсрочки, либо для того, чтобы мог выехать мужчина из Украины во время мобилизации. Что это значит? Это значит, что нам придется самим придумывать, какие документы мы можем использовать. Ну, придумывать достаточно, да, такой условный термин. Во-первых, если вы уже получили отсрочку и готовили, либо готовили документы на получение отсрочки, то я более чем уверен, что вот те документы, которые вы собрали для получения отсрочки, если вы ее уже получили, они подойдут и для выезда из Украины. Естественно, я уверен, что если у вас в военном билете стоит отсрочка по одному из этих абзацев, части 3 статьи 23 закона о мобилизации, то думаю, что тоже погранслужба будет пропускать. Далее, естественно, если у вас нет этих документов, то что это может быть? Конечно же, решение суда. Решение суда там о признании человека погибшим, либо о признании пропавшим без вести. Документы от ТЦК и СП, от военкомата, от ВЧ, в которых будет указано, что человек погиб в связи с участием в АТО. Но, естественно, может быть, если человек принимал участие в каких-то добровольческих формированиях, которые потом стали частью вооруженных сил, обратитесь в эти добровольческие формирования, которые потом вошли в сбройные силы. Вот обратитесь к ним, чтобы они вам дали соответствующий документ. И, безусловно, я бы рекомендовал, возможно, перед тем, как вы будете ехать, все-таки либо позвонить на горячую линию погранслужбы, либо зайти на сайт погранслужбы. Потому что на сегодняшний день пока еще разъяснений на сайте нет. То есть вот этого перечня, однозначного перечня документов пока еще нет. Не факт, что он будет, кстати. Мы знаем, как у нас действуют законы, да, и как они делаются. И мы видим, что пока по многим вопросам перечня документа как такового еще и нет. Возможно, и в этом случае не понадобится. Но однозначно, что для вас нужно будет, это, соответственно, документ, подтверждающий родственные связи и документ, подтверждающий, что человек погиб в результате проведения АТО, в результате участия в АТО. Вот если эти формулировки там будут, то его должно быть достаточно. Ну, естественно, документ должен быть выдан компетентным органам. То есть какая-то справка там условно из, не знаю, Сильрады, где будет это написано, конечно же, это не подойдет. Какие еще изменения появились в правилах пересечения госграницы? Собственно говоря, никаких. Но мы сейчас все, скажем так, с замиранием сердца ожидаем анонсированных изменений. Их уже анонсировала не только на ЗК, но уже и ДПСУ сказала, да, что на ЗК передали им свои предложения. И сейчас происходит синхронизация некая этих предложений с возможностями ДПСУ, с возможностями ТЦК и ИСП. И речь идем вот о том, чтобы там в первую очередь дать некий доступ пограничникам к базам ТЦК и ИСП. Хотя тоже это большой вопрос. Я не думаю, что это будет происходить быстро, поскольку здесь нужны некие законодательные изменения еще. Потому что тот же реестр военнообязанных, его ведет ТЦК и ИСП, соответственно, в соответствии с действующим законодательством. И доступ только они к нему имеют. И для этого нужно изменить законодательство, чтобы получили доступ пограничники. Безусловно, если вот произойдет некая синхронизация, то, наверное, это упростит выезд тем людям, которые выезжают по так называемым белым билетам. На сегодняшний день это происходит как? Ты едешь, у тебя там документы забирают, потом они идут, звонят, дозвонились, не дозвонились. Раньше были случаи такие, что там говорят, ну мы дозвониться не можем, сиди тут до утра, пока рабочий день начнется. Сейчас, в принципе, уже таких ситуаций, как мне кажется, нет. По меньшей мере, мои клиенты с этим не сталкивались. Но, тем не менее, такое возможно. А далее, если синхронизация произойдет, погранслужба сможет вбивать эти данные и сама сразу смотреть, выдавался этому человеку такой военник или не выдавался. И все. При этом, хочу успокоить, я не думаю, что, вот, например, людей с инвалидностью будут по этому поводу дергать. Вот вчера на стриме много вопросов было, что, мол, инвалидам тоже нужно будет идти в ТЦК и СП для того, чтобы выехать. Я думаю, что нет. Я думаю, что инвалиды, как и ранее, будут выезжать по тем документам, которые для них предусмотрены. Потому что там, в принципе, ну, скажем так, более-менее верификация возможна, да. И надеюсь, что для этих лиц не усложнят выезд. А вот для сопровождающих инвалидов, я думаю, что, скорее всего, усложнят. И будет какая-то синхронизация между правилами пересечения госграницы и вот теми изменениями, которых претерпел закон о мобилизации, да, в частности, 11 абзац. Но пока это лишь проекты все, это лишь наши предположения. Поэтому, друзья, если вы, там, собирались выезжать в ближайшее время, оформили документы, то, ну, не тратьте время, наверное, выезжайте. Поскольку может так произойти, что правила поменяются и ваших документов уже будет недостаточно. На этом у меня все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Ну, а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.